Возвращение к мирной жизни начинается с игры с мячом. Это спортивная школа Бундесферы в Варендорфе, учебный курс для пострадавших во время боевых действий в Афганистане. У каждого из 16 участников история в принципе похожая на остальные. Служба в горячей точке, тяжелое ранение, посттравматический синдром. «Конечно, у нас есть ребята, у которых явно видна психологическая травма. Но нам очень помогает то, что у нас самих есть опыт участия в боевых операциях. И помощь оказывается именно в составе группы». Атмосфера в группе строгая, но солдаты к этому привыкли. В течение трех недель они проходят курс спецтренировок, разработанный спортивными медиками, от гимнастики до психотерапии. Цель занятий – подготовить бывших военных к мирной жизни и придать им уверенность в себе, несмотря на раны и травмы. «Многие начинают жить заново. Здесь им впервые говорят, что они могут делать, но часто не говорят, на что они уже не способны». 27-летний Тим Фокин получил пулевое ранение в бою полтора года назад. С тех пор он едва способен пошевелить левой рукой. Кроме того, у Фокина повреждены мышцы спины. «Когда я пришел сюда, то был похож на Квазимода, горбуна из Нотр-Дама. У меня были боли в спине, очень сильные боли. Постоянно болело плечо. Да и с психикой тоже были определенные проблемы». Как и многим другим ветеранам, Тиму трудно справиться с тем, что он пережил в Афганистане. Не всегда легко приходится его жене с маленьким сыном. После Афганистана Фокин сильно изменился, стал вспыльчивым. «Я пробую. Я могу лишь постоянно повторять упражнения. Но когда тело говорит, все, стоп, и рука не хочет работать, значит, она не хочет. Тут я не могу ничего поделать. Да и операции не особо поможет. Это будет со мной всю оставшуюся жизнь». Фокин по профессии плотник. Пуля, которая раскрошила лопатку Тима, прошла рикошетом через всю его жизнь. «Это напоминало удар электрическим током. Сначала я не понял, что произошло, на 10 секунд. А примерно через 10 секунд смог, наконец, глубоко вздохнуть и подумал – хорошо, что легкие не задеты. Когда я попытался встать, то обнаружил, что моя рука висит где-то за спиной». Афганистан. 17 октября 2010 года. Десантное подразделение, в котором служит Тим Фокин, охраняет деревню к западу от Кундуза. Сначала все было спокойно, но потом началась стрельба. Десантники попали в засаду талибов. «Боевиков почти не видно. Кажется, что пули летят отовсюду. Одна из них попала в Тима Фокина. Происходившее в том бою осталось в его памяти лишь отрывками». «Я мог лишь бросить моим товарищам пару глупых фраз, как это принято у солдат. Мол, нужно быть храбрым и сильным. Чтобы дать понятиям, что у меня все в порядке. Хотя у меня не все было в порядке. Но они должны были сражаться дальше». За то, что он выжил, Фокин благодарит американцев и их вертолетчиков, а в первую очередь военного медика Питера Уокина. Кстати, Уокин стал первым военнослужащим США, который получил немецкую боевую медаль. Тим Фокин тоже присутствовал на церемонии вручения награды в Вашингтоне, и с тех пор оба дружат. «Мне пока сложновато принять все, как есть. Но курс убедил меня в том, что я должен смириться с этим, хотя и показал, на что я еще способен с моей раной». Тим Фокин – один из десятков тысяч военнослужащих Бундесфера, побывавших в Афганистане. Число тех, кто возвращается в Германию с ранением или психологической травмой, постоянно растет. В школе Варендорфа, хотя и с опозданием, они получают помощь. Бывший десантник Фокин должен привыкнуть к новой жизни и новому месту службы, теперь уже внутренней. Занятия в Варендорфе, говорит он, помогли по меньшей мере облегчить физические страдания. Но память о службе в Афганистане останется навсегда.